Добрый день, уважаемые коллеги! В сегодняшней повестке дня несколько вопросов, в том числе базовых, определяющих для планирования нашей работы на ближайшие годы. Как мы и договаривались, на основе майского указа, закрепившего национальные цели и стратегические задачи на период до 2024 года, разработаны основные направления деятельности Правительства Российской Федерации. Я попрошу через пару минут, когда я закончу вступительное слово, Виталий Анатольевич, вас высказаться на этот счёт. Подготовлены также и сформулированы национальные проекты, программы по ключевым направлениям развития страны. Хотел бы подчеркнуть ещё раз, необходимо выйти на все обозначенные в указе рубежи, обеспечить достижения на практике целевых показателей в экономике, здравоохранении, образовании, культуре, в развитии инфраструктуры, добиться коренных изменений во всех сферах, которые определяют благополучие и качество жизни людей, устойчивого развития России. Нужно в полной мере использовать наши конкурентные преимущества, создать все условия для самореализации граждан и их инициатив. И, конечно, следует тщательно рассчитать наши ресурсы. Мы много-много времени этому уделили с вами. На протяжении предыдущих уже двух лет практически постоянно занимались этими подсчётами и расчётами. Конечно, имею в виду, прежде всего, наши финансовые возможности. Дмитрий Анатольевич, пожалуйста. Спасибо. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, как вы только что сказали, в соответствии с вашим майским указом мы подготовили основные направления деятельности правительства. Работа эта началась сразу же после формирования нового состава правительства. В ней участвовали все министерства, ведомства, коллеги из регионов. Действительно, речь идёт о важнейших для страны решениях, которые повлияют на жизнь миллионов людей. С нашей точки зрения удалось создать реалистичный, имея в виду оценку текущей ситуации, но и в то же время разумно амбициозный план действий. На прошлой неделе мы ещё раз обсудили проект на заседании правительства, и он был утверждён, как вы и поручали, до 1 октября текущего года. Прежде всего, в самом плане, в основах мы концентрируемся на национальных целях развития, которые заложены в вашем указе. И на выполнении 12 национальных проектов. Их паспорта действительно уже представлены в Совет при Президенте по стратегическому развитию национальных проектов, которые вы, Владимир Владимирович, возглавляете. И они были предварительно рассмотрены у меня на Президиуме Совета. При этом есть и идеи о том, чтобы формулировать дополнительное количество национальных проектов, но об этом, наверное, нужно говорить отдельно, о том, что какие-то разумные аргументы тоже под этим есть. Но это потребует, естественно, дальнейшего осмысления. И сами основные направления, и национальные проекты – это наши действия на ближайшую перспективу. Это действительно механизмы и инструменты, которые необходимы для достижения национальных целей. На национальные проекты развития инфраструктуры предусмотрено в ближайшие три года 5,63 триллиона рублей в проекте федерального бюджета, который правительство уже направило в Государственную Думу. Это очень значительная сумма. И при этом, как вы и сказали, самая значительная статья расходов связана с развитием социальной сферы и улучшением качества жизни людей. Это, прежде всего, проекты в области демографии, образования, здравоохранения. Это и наука, и экология, и культура, и жилищное строительство, и комфортная городская среда, и создание современной транспортной и энергетической инфраструктуры, в том числе автомобильных дорог. По всем этим направлениям, если брать обозначенные, действительно, инвестиции предстоят очень и очень значительные. Хотел бы также отметить, что 845 миллиардов рублей направляется на развитие цифровой экономики, на поддержку малого и среднего бизнеса, а также на расширение несырьевого экспорта. Может быть, Антон Германович потом тоже пару слов на эту тему скажет, имея в виду бюджет. Главной для правительства, так как это и установлено указом, является социальная сфера. Всё, что мы планируем в ближайшие годы по развитию экономики, по поддержке малого бизнеса, по инфраструктуре, делается прежде всего для того, чтобы люди, граждане нашей страны почувствовали реальные изменения к лучшему. И в доходах, и в качестве жилья, и дорог, и в том, чтобы просто можно было легче устроить ребёнка в детский сад или спортивную секцию. Там есть конкретные направления, они касаются всех позиций и пакета по демографии, и тех мер, которые будут предприниматься для снижения смертности, для развития медицинских услуг, включая первичную медицинскую помощь, фельдшерские пункты, мобильные медицинские комплексы. Как известно, мы планируем вывести на новый уровень борьбу с онкологическими заболеваниями, что также установлено вашим указом, прежде всего за счёт раннего выявления самой болезни. Отдельное направление касается вопросов преодоления бедности, роста доходов граждан. Речь идёт и о индексации социальных выплат, и о применении различных форм поддержки малобеспеченных семей. Одна из основных задач – это рост пенсии выше инфляции, также установленная указом. Все деньги от тех решений, которые касаются пенсионного законодательства, пойдут именно на это направление. Кроме того, мы сделаем акцент на программах активного долголетия и защите прав работников предпенсионного возраста. Также в рамках проекта продолжается поддержка жилищного строительства, программы по переселению из аварийного жилья, по совершенствованию управления многоквартирными домами, по развитию транспортной сети и улучшению экологической ситуации. В том, что касается экономики, в основных направлениях, естественно, заложено продолжение стимулирования инвестиционной активности с акцентом на привлечение частных инвестиций, развитие конкуренции и создание благоприятных условий для предпринимательской деятельности, включая расширение, как уже было сказано, применения цифровых технологий и создание инфраструктуры для её развития. Конечно, особое внимание также должно быть уделено совершенствованию государственного управления. Промышленная политика будет сосредоточена на развитии базовых отраслей, на увеличении доли высокотехнологичных производств, в том числе за счёт переориентации на выпуск гражданской продукции, расширения кооперации с ведущими научно-исследовательскими центрами страны и поддержки российских компаний, которые осваивают зарубежные рынки. Это, кстати, касается не только промышленной политики, но и сельского хозяйства, потому что курс на развитие экспортного потенциала сельского хозяйства также заложен в вашем указе. И в основных направлениях деятельности правительства. Решение этих и очень многих других вопросов, которые заложены в основные направления, зависит от того, как федеральные инициативы просто примут в регионах. На их поддержку мы также планируем выделить очень значительные деньги. Объём субсидий и дотаций только в следующем году составит практически полтора триллиона рублей. Это создаёт условия для устойчивого развития регионов, но с опорой, конечно, на их собственные источники развития, потому что они должны заниматься и собственной доходной базой, это очевидно. В некоторых случаях с помощью специальных стимулов мы будем планировать развитие отдельных территорий и федеральных округов, которые требуют повышенного внимания. Я имею в виду, естественно, Дальний Восток, Кавказский регион, Крым, Калининград и Арктическую зону России. По каждому направлению определены целевые ориентиры, ключевые инструменты, механизмы и те показатели, которые должны быть достигнуты к 2024 году. Под каждую национальную цель сформирована модель её выполнения, с которой должны быть увязаны другие направления работы правительства. Конечно, важно, какие критерии оценки будут использовать. Руководство правительства обязано контролировать все эти направления. Будем оценивать, как мы продвигаемся по каждой национальной цели и докладывать президенту, как расходуются бюджетные деньги, с каким эффектом. В случае необходимости, а эти основные направления деятельности, как говорил Классик, это, конечно, не догма, а руководство к действию, мы предложим дополнительные решения на рассмотрение, Владимир Владимирович, вам. И уже буквально в ближайшее время планируем подвести некоторые итоги того, что сейчас происходит. Те решения, которые уже воплощаются в жизнь, просто посмотреть, как работают эти механизмы, что, может быть, стоит изменить. Я уверен, что все члены правительства понимают ответственность и приложат все силы для достижения намеченных целей. Спасибо. 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 Уважаемые коллеги, задачи перед нами стоят очень сложные и масштабные, большие. И мы с вами хорошо понимаем, знаем это. Для того, чтобы их решить, нужно создавать условия для развития экономики, для привлечения инвестиций. Нужно ясно просчитать источники, объёмы финансирования для решения наиболее остро стоящих перед нами задач. Это невозможно сделать без эффективного бюджетного планирования, без строгого соблюдения финансовой дисциплины в ходе реализации наших стратегических планов. И в этой связи прошу вас вместе с коллегами в парламенте Российской Федерации детально проанализировать заложенные в бюджете приоритеты, конкретные объёмы финансирования, сверить, чётко соотнести их с ориентирами, которые намечены в рамках национальных проектов. Но вот Дмитрий Анатольевич уже упомянул важнейшее направление. Например, в области здравоохранения первоочередного внимания требует борьба с онкологическими заболеваниями. Мы с вами неоднократно об этом говорили. Все запланированные мероприятия по столь жизненно важному направлению должны выполняться ритмично и профессионально, и с финансовой, и с профессиональной точки зрения, имея в виду чисто специфические решения, которые в этой области должны приниматься. Сколько ресурсов, в какие сферы направлять, в каком объёме, каким темпом. Любые сбои здесь должны быть абсолютно исключены. Тем более, что деньги мы выделяем здесь очень приличные. На 2019-2021 год на федеральный проект борьбы с онкологическими заболеваниями предусмотрено 476 миллиарда рублей. Это приличные ресурсы, нужно ими грамотно распорядиться. Жёсткий контроль следует обеспечить и за финансированием проектов развития инфраструктуры. Инвестиции в современные автомобильные, железные дороги, аэропорты, расширение возможностей стратегических транспортных коридоров – это, безусловно, значимый фактор экономического роста, важнейшие условия сбалансированного территориального развития и повышения качества жизни наших граждан. Особое внимание нужно уделить развитию социальной инфраструктуры, а также решению накопившихся экологических проблем, включая, конечно, и ликвидацию свалок. Конечно, на постоянном контроле нужно держать и сферу жилищного строительства. В том числе речь идёт и о расселении аварийного жилья. Напомню, что за последние шесть лет было расселено свыше 10 миллионов квадратных метров аварийного жилья. Новое жильё получили 677 тысяч человек. Это немало, но задача не решена. Ежегодно признаётся аварийным порядка 2 миллионов квадратных метров жилья. В целом его объём по стране превышает 13 миллионов квадратных метров. Вот 10 миллионов расселили, а у нас ещё 13. Но самое главное, чтобы не допускать роста этого показателя, нужно, как я уже многократно говорил, вовремя заниматься капитальными ремонтами, текущими делами. Нам нужно создать постоянно действующий эффективный механизм решения этой проблемы. При этом в обязательном порядке обеспечить соблюдение жилищных прав граждан. Здесь мы много говорили на эту тему, говорили об обеспечении интересов людей, которые пострадали в ходе строительства жилья, вложили свои деньги, ни жилья, ни денег не имеют. Вот этот вопрос очень острый и подлежит окончательному решению в ближайшее время. Я хотел бы в этой связи послушать министра финансов. Пожалуйста, Антон Германович. Спасибо, Владимир Владимирович. Правительством Российской Федерации подготовлен и внесён в Государственную Думу проект бюджета на предстоящие три года. Проект бюджета имеет ряд новаций, ряд особенностей. Какие? В первую очередь мы приняли новое налоговое законодательство, которое, с одной стороны, создаёт ресурс для реализации новых задач, которые поставлены вами в майском указе, а с другой стороны, направлено и на стимулирование развития экономики. Какие это решения? В первую очередь мы отказались и отменили налог на движимое имущество, так называемый налог на модернизацию. Второе. Мы предусмотрели, начиная со следующего года, дополнительные налоговые режимы, налог на дополнительный доход в нефтяной отрасли, что послужит дополнительным стимулом для разработки новых месторождений. Мы вводим также новый налог для самозанятых, который позволит работать в белую, позволит платить налоги государству, и это тоже новация для малого бизнеса. Налоговые условия будут зафиксированы на предстоящие 6 лет и меняться не будут. Какие бюджетные параметры у нас учтены? Бюджет на все предстоящие 3 года будет иметь профицитный характер. В 2019 году профицит составит 1,8% ВВП. Для чего это нужно? В первую очередь для того, чтобы были прогнозированы и стабильные макроэкономические услуги. Мы сможем исполнять наши обязательства независимо от внешних факторов, будь то изменение цен на нефть или внешние ограничения, с которыми мы сейчас сталкиваемся. Это создает дополнительный запас прочности и для повышения темпов роста экономики. В составе бюджета, и это является особенностью бюджета, значительный объем ресурсов учтен по проектному подходу, проектному принципу. Это национальные проекты. На эти цели, на шестилетний период, дополнительно учтены ресурсы в объеме 8 триллионов рублей, а с учетом передачи части акцизов на нефтепродукты субъектом Российской Федерации 9 триллионов рублей. Общий объем ресурсов, которые будут направлены на национальные проекты в шестилетнем периоде, составит 14 триллионов рублей. В ближайшие три года, Дмитрий Анатольевич об этом сказал, мы направим на реализацию нацпроектов 5,6 триллиона рублей. Бюджет учитывает реализацию как национальных проектов, так и тех целей развития, которые поставлены в майском указе от текущего года. В первую очередь, это задача обеспечения высоких темпов экономического роста, повышения их темпов. И второе, это, безусловно, повышение благосостояния наших граждан, это рост заработных плат, рост пенсий. Если мы говорим о решении задачи ускорения темпов экономического роста, то в рамках трехлетки только национальные проекты, из национальных проектов, будет направлено 2,3 триллиона рублей на эти цели. Здесь и ассигнование на проекты цифровая экономика, около 400 миллиардов рублей, поддержка экспорта, 272 миллиарда рублей, поддержка малого и среднего предпринимательства, 136 миллиардов рублей, производительность труда. Кроме того, значительные ресурсы в сумме 1,4 триллиона за трехлетку будут направлены на дорожное строительство, инфраструктуру. Здесь такие проекты, как транспортный коридор, запад-восток и север-юг, повышение экономической связанности территорией Российской Федерации, обеспечение доступной электроэнергии целого ряда наших регионов. Сколько будет 1,4? 1,4 триллиона рублей, только в трехлетках. Для целей развития создается фонд развития. Общий объем этого фонда на шестилетнем промежутке времени составляет 3,5 триллиона рублей. Эти деньги как раз пойдут на реализацию инфраструктурных проектов, как в области развития экономики, и на вложение, как мы говорим, в человеческий капитал. Источник этих средств, это мы будем больше заимствовать на рынке. Социальная сфера. Предусмотрено целый ряд национальных проектов. Об этом Дмитрий Анатольевич уже сказал, я несколько цифр приведу. Демография и здравоохранение. В ближайшую трехлетку будет выделено дополнительных ресурсов на эти цели. Всех ресурсов. 2,2 триллиона рублей. 2,2 триллиона рублей. У нас уже реализуется целый ряд социальных программ, такие как мат-капитал, предусмотрены деньги на его индексацию в 2020 году, выплаты при рождении детей, семьям имеющих детей, предоставление льготной ипотеки, создание мест в детских садах. Те программы, которые уже реализуются. Но предусмотрены новые. Это профилактика заболеваний, возможности занятий спортом, лечение сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. Будет внедрена программа модернизации онкоцентов, о чем вы, Владимир Иванович, говорили. И будут внедряться современные клинические рекомендации и новые протоколы лечения. Также в рамках нацпроектов предусмотрены ресурсы на решение экологических проблем. Это ликвидация свалок, оздоровление водных объектов, снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха. На эти цели предусмотрены в трехлетке 241 миллиард рублей. Образование. У нас поставлена задача вхождения Российской Федерации в число пяти ведущих стран мира в области научно-технического развития. Есть соответствующий нацпроект. Предусмотрены ресурсы в трехлетке 350 миллиардов рублей. Здесь и направлены ресурсы на более раннее развитие детей, на развитие талантов, внедрение новых методов обучения и воспитания. Жилищное строительство тоже важная цель. Вы об этом сейчас сказали. У нас тоже предусмотрен соответствующий национальный проект. Задача улучшить жилищные условия не менее чем 5 миллионов семей к 2024 году. На эти цели также предусмотрены ресурсы в сумме 106 миллиардов рублей и 19 миллиардов из региональных бюджетов. Реализацию нацпроектов невозможно выполнить без задействования возможностей субъектов Российской Федерации. Здесь мы помимо финансовой помощи, которую обычно оказываем регионам, предусматриваем им поддержку на те цели, которые относятся к региональным компетенциям. Причем делаем это с максимальным уровнем софинансирования страны Российской Федерации. Для большинства регионов 95% профинансируют Российской Федерации, 5% возьмут в себя субъекты Российской Федерации. Здесь мы также продолжим поддержку регионов и по выполнению первоочередных обязательств, такие как зарплата, социальные выплаты. Вся эта поддержка тоже сохранится. Важнейший вопрос по нацпроектам – это, конечно, мониторинг за ходом их реализации. Сейчас создается новая система, которая будет работать в онлайн-режиме, которая будет отслеживать реализацию нацпроектов от стадии проектирования до стадии их завершения. Такая система позволит уже на ранних стадиях выявить отстающих или лидеров и, соответственно, принимать управленческие решения для обеспечения полной реализации тех задач, которые поставлены в майском указе текущего года. Антон Георгиевич, Вы сказали об 1,4 триллиона рублей на инфраструктуру. Из них на магистральные проекты, насколько я вижу, 1,075, а на финансирование нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» – 371,4 миллиарда. Вот это посчитано, 370 – это чисто на федеральные дороги, да? Да, безусловно. Мы в части реализации нашего комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры речь идёт о связанности регионов, это федеральные дороги. А «Безопасные и качественные дороги» здесь коснётся и субъектов Российской Федерации, поэтому эту задачу будем выполнять вместе с регионами. А как Вы определились с региональными дорожными фондами и вот с этим добавочкой из акцизов? Владимир Владимирович, мы, как и договаривались, и было Ваше поручение к 2024 году полностью передадим федеральную часть акцизов на нефтепродукты, которые мы сегодня зачисляем в Федеральный дорожный фонд. Будем это делать постепенно, начиная с 2020 года, с тем, чтобы к 2024 году в полном объёме все акцизы на нефтепродукты зачислялись в дорожные фонды субъектов Российской Федерации. Ещё один очень чувствительный вопрос. При планировании пенсионной реформы правительство исходило из того, что будет положительный финансовый результат в течение нескольких лет от этих мероприятий. Но после принятия президентских поправок стало ясно, что не будет никакого дохода от этих мероприятий по изменению пенсионной системы, а наоборот, правительство должно будет отфинансировать предложенные президентом поправки. В каком объёме? Мы действительно не предусматриваем каких-либо дополнительных источников от тех изменений, которые внесены в пенсионное законодательство, а наоборот будем увеличивать даже трансфер пенсионному фонду. Общий объём трансферта в первые годы составит порядка увеличения трансферта. Порядка 100 миллиардов рублей мы дополнительно передадим пенсионному фонду, для того, чтобы он смог обеспечить те задачи, которые поставлены по повышенной индексации пенсии. И по реализации поправок, которые приняты парламентом? Те поправки, которые были внесены в ходе обсуждения законопроекта о пенсионных изменениях в Государственной Думе, требуют дополнительно выделения ресурсов более 500 миллиардов рублей. Я к этому и веду. Они предусмотрены в бюджете? Вы рассчитываете источники? Безусловно. В объёме трансферта, который по-прежнему сохраняется из федерального бюджета, бюджет пенсионного фонда, эти средства учтены. Хорошо. Спасибо. И Татьяна Алексеевна, по поводу WorldSkills. Владимир Владимирович, Дмитрий Анатольевич, уважаемые коллеги, буквально недавно российская команда вернулась с чемпионата европейского в Будапеште Евроскиллз. Наших ребят, 48 человек из 17 регионов страны, принимало участие в этом европейском чемпионате рабочих профессий. Должна сказать, что соревновались они среди 28 стран 600 участников 41 компетенции. И результаты, которые они показали, оказались блестящими. Они завоевали 9 золотых, 8 серебряных, 2 бронзовых и 10 медальонов за профессионализм. При этом это дети, ну уже не дети, от 17 до 25 лет. Они активно готовились к этому мероприятию. И мы все еще раз, я думаю, с удовольствием их поздравляем за те результаты, которые они достигли. В 2019 году в Казани пройдет уже мировой чемпионат WorldSkills по рабочим профессиям. В августе мы подвели итоги. У нас зарегистрировалось для участия 64 страны. Это будет уже 56 компетенций. И принимать участие будет более сейчас полутора тысячи человек. Мы сейчас готовимся к этому мероприятию, к открытию, к проведению. Должна сказать, что помимо основной программы соревнований по инициативе WorldSkills России будет организована экспериментальная площадка FutureSkills, которая позволит продемонстрировать современный облик и потенциал российской экономики через призму профессий будущего. Кроме того, будет деловая программа. Она будет сфокусирована на разработке и принятии совместных решений в области подготовки кадров для новой экономики, экономический саммит о навыках будущего. Кроме того, я бы хотела сказать в продолжение того, о чем говорил Дмитрий Анатольевич и Антон Германович, среди проектов, которые мы реализуем, естественно, проект образования, внутри него мероприятие, называется «Молодые профессионалы», которая, в принципе, учитывает работу в рамках стандартов WorldSkills и в рамках того опыта и компетенций, которые мы получили и которые мы получим. На ближайшие 6 лет поддержка этого направления, молодые профессионалы, а это в основном среднее профессиональное образование, на эти цели будет использовано 146 миллиардов рублей. Буквально приведу несколько цифр. К 2024 году будет сформирована сеть из 100 центров, опережающей профессиональной подготовки, создано не менее 5000 мастерских, оснащенных в соответствии с современными требованиями и в том числе учитывающих стандарты WorldSkills. Кроме того, будет подготовлено не менее 35 тысяч преподавателей, мастеров производственного обучения, которые пройдут и повышение квалификации, и одновременно 10 тысяч из них станут сертифицированными в качестве экспертов WorldSkills. Спасибо. Я видел, как победители наши радовались искренне, и их тоже поздравляю с этой победой. Хочу поблагодарить всех тех, кто организует эту работу. Дмитрий Анатольевич, хочу поблагодарить и правительство за подготовку основных направлений деятельности правительства до 2024 года, потому что это действительно становится такой дорожной картой по реализации указа президента от 7 мая 2018 года, в которых мы обозначили национальные цели и стратегические задачи развития Российской Федерации до 2024 года. Я исхожу из того, что правительство будет строго придерживаться этого плана. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok